Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Рассказывал и Юлия Вениаминовна Я хотел бы услышать вас, представителей, предпринимателей Ну а соответственно дальше мы будем принимать, опять же, в рамках закона принимать какие-то решения Против закона мы идти не будем Вы должны реально понимать, что если, извините, закон о предпринимательской деятельности Ограничивать город не имеет права, вернее городская власть не имеет права ограничивать ни одного из предпринимателей Если, извините, я приду к вам и скажу, извините, не делайте этого То вы меня пошлете, а милиция заведет на меня уголовное дело по коррупции То есть это неправильно и соответственно мы идем в рамках закона Пожалуйста, давайте мы выслушаем вашу точку зрения, затем будем думать, что делать Давайте я сначала скажу Вы понимаете, да, вам обсказали проблему, что зашел Апостолова и просто умирает наш бизнес Причина, они продают по тем ценам, по которым мы закупаем Одесса, Харьков, Хмельницкий То есть мы им неконкурентно способны Просто торговля умрет в городе Никополь Они своих продавцов сюда привозят То есть регистрация у них в Апостолово, налоги они тоже платить не будут То есть понимаете, мы пришли просто просить у вас помощи Как предприниматели, это наш город А помощи какой? Что должна сделать городская власть в данном случае? Вот поэтому мы и пришли Ну вопрос голосования Вопрос голосования Это один вопрос Второй вопрос, извините, мы не будем делать те действия, которые противоречат законам Украины Короче, вы там обсказываете Не, я еще не о чем Ни о чем мы с вами еще не поговорили Я приведу опять же банальный вопрос Вопрос, который вы сейчас говорите, за шоу Апостолова, да? Извините, в городе работает АТБ, к примеру В городе работает достаточно много предпринимателей Которые, извините, зарегистрированы не в городе Никополь Это, извините, не является нарушением в данном случае И нельзя говорить о том, что мы можем их ограничить в предпринимательской деятельности Поэтому, ну давайте конкретно Что должен сделать, что должна сделать городская власть в данном случае? Подождите, Андрей Петрович Пожалуйста У нас есть ВАРУС, у нас есть АТБ, у нас есть БИЛО Но разница в цене с обычными, даже маленькими магазинчиками На бутылке там пиво, на пачке масла 2-3 гривны Но незакупочная цена Понимаете? Незакупочная Я покупаю вещь за 50 гривен в Харькове Трачу на дорогу деньги А они здесь продают по 50 гривен Понимаете, в чем проблема? Если бы они просто торговали Знаете, я вам по-другому скажу Как потребитель Вот не как мэр Можно я скажу? Да Как потребитель Можно? Скажите, вам конечно выходного не купить У нас 115 тысяч населения Для людей, по большому счету, это действительно выгодно Вы хотите, чтобы я сегодня сказал Вернее, чтобы мы запретили создавать конкуренцию Чтобы, извините, в два раза дороже было Это монополизация Это не монополизация В данном случае это не монополизация Давайте мы найти какое-то компромиссное решение Вполне возможно А это скоро и будет Они же нас съедят И тогда не будет этих цен Будут цены совсем другие Это начальные цены Как бы искали приостановить Ее интересует арендная плата В этой арендной плате определенная сумма Она этот магазин сдает за определенную сумму Умеет полное право Да, это ее полное право Но Вариант номер один Они разговаривают между собой И этот магазин выкупает под арендное помещение И там начинает торговать Если она согласна Таким образом Мы находим какой-то компромисс С ней мы разговариваем Вы разговариваете как руководителя Она говорит Мне в принципе все равно кому сдавать Город за бюджетные деньги Не может снять это Но как вариант Можно с ней пообщаться И сказать В чем камень-напрежномерия Город зашла компания Которая многих людей оставляет практически без работы Правильно Сумма такая 5 тысяч длинный в месяц Если мы находим варианты Что ваше помещение кто-то берет в аренду Вы как руководитель Дмитрий Васильевич После разговора с Собственниками Морички Идет заявление в милицию О том что Руководитель города Запрещает заниматься предпринимательской деятельностью Конфликт интересов Лоббирующий либо интерес Мы с вами Вы должны реально понимать Есть закон Украины Мы не имеем права его нарушать Не я этот закон придумал И не вы его придумали Есть свободное предпринимательство Я тоже предприниматель Я бывший предприниматель Извините Бывший предприниматель У меня тоже был Вернее официально Я передал права И у меня есть официальный бизнес Он извините работает на рынке Есть дешевле Есть дороже Я к сожалению и в данном случае Да и проигрывает Есть такая беда Я прекрасно вас понимаю Как людей Которые могут потерять работу И в том числе Извините Вы тоже Все жители города Никополя И соответственно Нас это беспокоит Давайте искать какое-то Компромиссное решение Я не против Но в рамках закона Закона Это вот единственное В рамках закона Во-первых Нас никто там слушать не будет И разговаривать не будет Дело в том Что вчера Вызывали руководство Этого торгового дома Я так поняла Что они не собирались Вызывать вы не можете Вы можете просто пригласить И поговорить Приглашали вчера На что Бухгалтер торгового дома Предложила Пусть они у нас Берут товар по опту И ставим А мы им 10% Скидку сделаем Ну хорошо Выйду я сейчас на рынок И поставлю 10% Навар Да И что если Заплачу местовое Налоги заплатить Да я через месяц В таких нулях буду Что это просто нереально У меня нету таких денег Чтобы делать такие обороты Как они Мы на это и есть Мелкие предприниматели И мы И город живет В основном За счет мелкого предпринимательства Но это вы не правы Не ну как Ну основная часть людей Которые в городе Бюджет Бюджет образующий Извините Не за счет малого бизнеса Андрей Петрович Я вот Чисто вот Ну по народному скажу Я вот что-то продала Да Я пошла тут же У кого-то из наших Что-то купила Я купила продукты На рынке Я у бабушки Купила ту же редиску Тот же щавель Те же я Яйца купила Все Мы все покупаем Тут же на рынке Тут будут вывозиться Деньги из города Тут А не тратить эти деньги Здесь не будут И мы их не сможем тратить Потому что у нас их не будет Я прошу прощения В данном случае Вы не до конца Корректно высказываетесь Извините Но вы закупаете товар И вывозите деньги В том числе Никополя Часть которую вы зарабатываете Вопросов нет Вы оставляете В Никополе Но это меньшая часть Чем вы делаете Давайте закроем предпринимателей Я прошу Ну вот вы сами себе Противоречены Мы предприниматели Сами себя сделали Мы не просили ни у кого помощи Мы предоставили рабочие места Своим реализаторам Понимаете? И сейчас нам вот так вот просто говорить Если вы нам не поможете Зачем вы тогда Вас выбирали Если вы говорите Да Я понимаю Вопрос юридически нерешаемый Послушайте Несомиссимо от того Кто сидел бы в этом кабинете Он не решит Извините Не по закону Административным путем Вы это реально Вы должны реально это понимать Мы это понимаем Мы вас просим Мы вас просто пришли попросить Вот там масса народу Стоять кричат требования Попросить что? А вы не выходите Помощи Помощи какой? Решение проблемы Решение Ну как ты Элементарная проблема Если бы это была элементарная проблема Вы бы уже по-другому Мы закончились Да Если сейчас тысячи Пойдут на закон То есть получается Вам все равно? Да при чем тут все равно Есть закон Извините Сегодня Центравис Сокращает на 30% Свои объемы Соответственно 30% населения Остается без работы Каким образом Городская власть Может влиять на те объемы Которые у них в продаже Это тоже Извините Горожане Правильно? Пожалуйста Давайте найдем Компромиссное решение Я не против Но это только Послушайте Еще раз повторяю Но это должно быть По закону Я закон нарушать не могу В данном случае Пожалуйста Пожалуйста Парус Я прошу прощения Я прошу прощения Я прошу прощения Смотрите Я с вами Мы имеем право Мы имеем право Цены Цены И розничная Правильно Девочка Говорит Потому что Получается В чужой монастырь Со своим Уставом Они пришли сюда И так Еще добавки Что они же еще Не этот магазин 30 метров Берут В интернете Во всяком так Как в случае написано Ермес Уже мебель выселили Они их забирают 4 крупных магазина Это Представляете Вы обрекаете На Людей Которые бросили Ну вы же Говорите Что мы Юридически Не можем Мы на вас И по этой Юридически Правильно Вы не можете Но мы вас Просим Правильно Мы уже Мы говорим Что бюджеты Будут поступать День Если бюджет Города Не идут деньги Я не могу Понять Никакого смысла Мы не имеем Право Ограничивать Предпринимательскую деятельность Вы не можете Нарушить Права Юридические Не можете А наши Нарушаются А наши Но не по закону Что не нарушаются Извините По конкуренции Это не конкуренция Это же Это 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 Есть Два Совершенно Разных Понятия Есть Мелкий Средний Крупный Вот Это Пришел Крупный А мы Мелкий Понимаете А мы Остались Мелкими И которые Мы Все У нас Ели В рамках Компетенции Депутаты Примут Любое решение Которое Вам нужно Любое Вы нас Избирали Какое Руки поднимем Прокуратура Ровно в этот же день Его Продолжение Мэр То же самое Он может Подписать Любое Распоряжение Я запрещаю Торговать Прокуратура Его остановит Тоже день На этом Все Закончится Поэтому С ними Нужно Разговаривать И договариваться Володить Конечно Андрей Петрович Они правильно Говорят Что Либо Они будут Переговорять Либо Вы их Посадите За слов Приговоров И мне Надавля Скажете Давайте Найдем Компромисс Ваши слова Давайте Найдем Компромисс Будут Десять раз Весомее Чем Все Мы будем На коленях По них Стоять Рабочую Группу Которая Без вас С ними Начнет Ощущение А вы С ними Просто Выдите Поговорим Я сегодня Создам Рабочую Группу Пожалуйста Давайте Представителей Предпринимателей Депутатский Александр Павлович Вы Зайдете Сереж Зайдешь Дима То есть Пожалуйста Тогда Только Единственное Я прошу Людей Должно быть Немного То есть Это должна Рабочая Группа Работать То есть Мы не Должны Создавать Когда Очень Много Людей Никогда Не находим Никаких Компромисс Вы Выберите От себя Вы выбрали Количество Людей Костяк Который Будет Вести Переговоры От имени Всех Предпринимателей Я единственное Могу Гарантировать Я постараюсь Посадить за Стол Переговоров Вас Вместе С ними Но Опять же Я буду Просить То есть Я не могу Требовать Я могу Попросить Потому что Вчера Их приглашали Они не пришли Мы вчера Разговаривали С Юлией Вениаминов Разговаривали С Сергеем Не было Разговора Чтобы мы Извините Стали Посредниками Между Вами Ими То есть Пока речь Вчера Об этом Правильно Выработали Какие-то Правильные Взаимоотношения Таким образом Мы можем Пойти Создать Рабочую Группу Соответственно Посадить За стол Переговоров Вас И их Это мы Можем Сделать Ну Надеюсь Что они Пойдут На это Никаких Административных Рычагов Воздействия Этого Мы не можем Сделать Только По одной Причине Что Есть Законы Законы Украины Нарушать Никто Не будет К сожалению Сегодня Есть такие Законы Теперь Кстати Кто говорил Насчет АТВ Продовольствия Кто-то Сказал Так я Вам Говорю Знаете Сколько У нас Таких Предпринимателей Позакрывалось Которое Только Появилось Первое АТВ На Усова Куча Позакрывалась Смотрите Смотрите Кроме Есть еще одна статья закона Которая Которая Есть еще Статья Которая Которая Касается Может воспользоваться Любой Из предпринимателей Если Будет Нарушено Это Статья О Препятствия Предпринимательской Диэк И Это Статья Которая Ну Реально Если Сейчас Власть Городская В лице Мэра В лице Кого угодно Депутатского Попытается Что-то Делать Вот Прямая Статья Вы прекрасно понимаете Нам препятствует Работать Подождите Немножко С другой стороны Посмотрите Вам это не препятствует Простите По факту Они еще не начали Это Это Конкуренция Они уже Начали Работать Сегодня Они Предприниматели Давайте так Есть предложение Если вы его Поддерживаете Давай тогда Не будем Останемся Вы напишите Своих представителей То что Предлагал Дмитрий Александрович То что Поддержал Составим Этот список Подадим Будет Рабочая группа Будем работать Потому что Дальше Я думаю Вы согласны На такое решение Для начала Конечно Согласны Давайте Я согласна На любое решение Потому что Дальше Дальше Мы начинаем Уже просто Опять по новой Мы забираем Своё время И забираем Но вы согласны Что это Рабочая группа С выучения Плата Конечно Для начала Это час Ну это час Ну в любом случае Это надо Шипоны Для любых Вы действительно Пойди на Мы не имеем права Мы не давали Разрешение Как это Что Что Дал разрешение Остановиться Как это Не надо На коммунальное На коммунальное Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok